Саш, я список составляю для супермаркета. Что нам нужно взять? Туалетную бумагу написала. Рожкин, напиши. Салат из помидоров будем? Давай. Запиши вот такой, кстати. Запиши огурцы прямые. Подожди, ты где огурцы взял? В супермаркете, в Блюмунии брал, которые длинные, не местные, не местного производства. А в этом нет таких? Можно там посмотреть, там есть отдельно, ну короче, там есть отдел по продаже. Я пишу, смотря огурцы, если здесь не будет, то давай сегодня тогда не пойдем, второй салат сделаем, и Саша у нас кофе закончился. Ну кофе это в другом магазине. Я поняла, мы сходим недалеко, так же по океану пойдем. Давай. Так, огурцы, кофе, я поняла, зачем ты включил? Ты сейчас будешь, вот это, повседневную жизнь, да? Сейчас пойдем на океан. Ну, зрители просили, вот я стараюсь выполнить их просьбу. Как, Саша, я еще майонез напишу, потому что у нас майонез закончился. Ну давай напиши. Майонез. Майонез, кстати, дорогой. Так думаем, что еще? Нет, ты что людей-то сбиваешь толку? Тут есть и дешевый майонез, просто сильно противник. Так, так, рожки есть, антипаспиранты есть, что еще можно? Ты же там записал огурцы, помидоры. Сосиски будем? Сосиски есть, мне кажется. Одна пачка? Вчера было две, сегодня уже одна. Ну, нормально, хватит еще. Хватит? То есть завтра опять магазин, да? Ну, если надо будет, сходим во что-то такого. Окей, тогда больше ничего не пишу, ага. Давай. Ну все, пойдем. Все, пойдем, хватит снимать. Я пошла одеваться. Давай. Выходим в супермаркет. Ну что, Винка взяла мусор на ведро. Сейчас выбросим. Я возьму самый тяжелый предмет, это ключ от квартиры. Вот эта путь, Саша, чтобы она скалоррендра преодолела. Ну, она его явно не по лестнице преодолевала. О, Саша, подожди, нет, подожди. Мусор выкину. Смотри, какаша с церемонии приветствует. Какая-то здесь нет. У нас же вороны слетаются. Увидели, что с мусором идет человек. Сейчас как раз вот она, Винка, отойдет. Сразу вороны туда полетят. Вон. Я бы ее сюда поставлю. Заберем награду в течение ведро, да? Да, либо сюда ставь. Вот сюда поставлю? Да, давай. Так, давай, как раз быть готов. Сейчас моя церемония приветствует. А, Петр, ты выйди первая? Как ты снимать-то будешь? Ну, давай, давай. Так, чтобы и они, и я тоже попадали. Давай. Готов? Готов, готов. 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 Где-то они не активные. Я, подожди, сильно близко, да, наверное? Не, нормально, нормально. Уважаемые зрители, сейчас мы пойдем в супермаркет через океан. И вы вместе с нами пройдетесь как будто вместе с нами по этим улицам. Ну, в общем-то, вот мы только что вышли из дома, вон с той двери. И здесь сейчас все дорогу вам заснимем. Пойдем через океан. На супермаркет так быстрее получается, потому что через... Ну, если по дороге ехать, то там небольшой крюк на супермаркет. В силу рельефа местности. Ну, и вот вы можете наблюдать дорогу. И по обе стороны дороги вот такие вилочки расположены. Правда, они за заборами, за высокими, поэтому их разглядеть не получится. Но, тем не менее, понятно, что поселок Ватаму состоит практически из одних вил. В основном эти вилы принадлежат итальянцам. Вот эта вилла неплохая, сдается. Правда, под ремонт арендаю 2000 евро. Тут много, на самом деле, вилл сдается. Какие-то участки продаются. Какие-то участки без вилл продаются. Просто как земля. Какие-то уже с готовыми виллами. В районе там 150-200 тысяч евро. Видите, одни виллы. А крышу будут делать? Ну да, да. Потому что вон она в негодность пришла, они ее будут менять. Вот вилочки сразу показывают. Да, я показываю, да. Да, я уже сказал, что весь поселок Ватаму практически состоит из одних вил. Вот, смотрите, какой слой прикольный. Да? Покажи подближенную. Это, наверное, крючок для сумки. Или просто тут ручка. Вот новые виллы построились. В прошлом году, когда я сюда приезжал, здесь их не было. Сейчас мы... Вон за одну вон ту стройку попали. Да, мы сейчас еще пойдем. И вы увидите. Внутри, даже четыре новых виллы строятся. Типа Гэсхаусов, что ли, будет. В этих, кстати, виллах один день, но за сутки, по-моему, сутки стоят 50 долларов. Завтрак включен. Это дорого считается для Ватаму, наверное. Или не только для Ватаму. Поэтому, как правило, там очень много свободных мест. Ну, просто заходили, узнавали в разные виллы, сколько там по стоимости. Но ремонт очень красиво сделан. Вот строится. Это отдельная вилла. То есть, видите, забор. Это за забором еще одна вилла. Ну, скорее всего, в одном стиле. Пять поставь, а то, чтобы... А знаешь, минус пять он искажает немного, я поэтому не хочу. Да ну что, зато больше видно этого. Почему не ставится? Потому что надо вот так сделать. А, не знаю почему. Ладно, бог с ним. Ты думаешь, это вилла? Мне кажется, это какой-то многоэтажный дом будет. Ну, может быть и дом, но это, смотри, они как виллы уже построены. Ну, вот это как дом. Как дом? Да. На виллу вообще не походят. Ну, трехэтажный дом тогда в таком случае. И все, и сейчас уже можешь минус пять отключать. А, кстати, я даже когда отключил минус пять, качество не вернулось. Я буду снимать на единички. Вот, смотри, улочки какие здесь красивые, яркие очень. И вот этот яркий, все эти яркие цвета, их можно видеть в течение всего года. То есть полностью круглый год у тебя только вот такие яркие цвета. Синее небо, зеленая трава, вот эти цветы яркие. Привыкаешь к этому буйству красок и, я не знаю, сложно в Сибири, наверное, будет вернуться вот в такой период, когда там не осень, не вот это вот все желтое, красное, а, допустим, зимой. Ну, психологически сложно. Ой, а что ты делаешь? Я уже в котелке. Что, помешивается? Вот эти ящерицы очень быстрые. Они даже прыгают. Засними, людям. Она не даст к себе подойти. Поближе, что она яркая. А на солнце так почти все тоже не видно. Все, она убежала. Вот, смотрите, тоже вилочки такие строятся трехэтажные. Или четырехэтажные. То есть кто-то... Ну, это будет, может быть, гостиничный какой-то... Кристиничный ресторанный бизнес. Вот тоже вилочка. Ну, и люди покупают здесь землю и занимаются бизнесом. Земля примерно будет стоить... Здесь в районе 20-30 тысяч долларов. Небольшая земля. Если больше брать, то она может и 25 миллионов шиллингов на берегу океана. В общем, я дальше, когда мы будем выходить в супермаркет, я покажу. Кусок земли продается за 15 миллионов шиллингов. То есть это 150 тысяч долларов. Сейчас выйдем на океан, будет проще. Здесь вилочка. Ну, боже, в таком состоянии, она пошарпанная вся. Мы вышли, считайте, из дома буквально пару минут. И мы уже на океане. Хеллоу, хеллоу. Да, кстати, я даже не знаю, как сейчас мы пойдем. Главное, чтобы проход не затопило. Океан, короче, своей жизнью живет. То много водорослей, то мало. Не поймешь. Бывает, приходишь туда, на этот пляж, водорослей вообще нет. Бывает, вот их прямо очень много. И вот видите, они в воде в большом количестве. Их прямо выносят сюда. Что ты снимать будешь? Ботинки? Ну, давай по верху просто пройдем и все. Я босиком. Ты босиком будешь? Может, у тебя ботинки скидут? Блин. У меня еще и телефон, считай, будет. Ну, давай. Давай я возьму эти ботинки. Я-то не снял, мне поэтому нужно аккуратно. Видите, все это виллы, отели. Я так понимаю, вот этот отель заброшенный, потому что здесь никогда никого не бывает. Вот следующий отель, где вы можете наблюдают зонтики такие, там вполне функционирует очень много народу. Вот черные в океане, это все водоросли. Сегодня день водоросли, прямо очень много водорослей. Давай, давай. Дом, дом, дом. Дом, дом. Туристы отдыхают, загорают. О, он сейчас пристанет. Здравствуй, мой мой. В посмотрите в том районе как мы сюда зашли на пляж много водорослей было вот здесь уже не ничего такого нет океан чистый песок можно наблюдать волнах ну песок это не грязь посмотрите вдалеке какой-то синий красивый да затопило кстати придется ботинки мне снимать чтобы пройти до супермаркета надо снимать ботинки надо снимать ботинки потому что это опасно становится придется потом стирать а поступает Сейчас подожди, Вилин, мне надо вызвать время. Скорее, чтобы маленький уголок. Назад скорее всего не успеем. О, здесь мы уже не успели. Нет, еще можно прорваться. Сейчас подойдем и пробиваешь. Нет, тут сильная. Вот. Короче, мы обычно здесь купаемся. Доходим до вот этой вот лестницы. Вот она. Здесь оставляем одежду, заматываем ее в дом. Вот эти лежаки. И ходим купаться. Потому что в этом районе никогда не бывает водорослей. Но сюда почему-то океан их не заносит. Так, тебе их стирать придется потом. Они были все в песне, мне бы так пришлось стирать. А почему? Вот люди себе пилинг делают песком. И, короче, здесь мы выходим на наш табермарк. Так, ты первый с телефоном полезешь? Да. Давай руку. Подожди, подожди, подожди. Так, ну вот так вот. Ну, водочка будет. Рюбаки возвращаются. Ну, стройку сейчас посмотрим. Смотрите, это все виллы, виллы, виллы. Ну, это точно здесь дома много. Да ну, какие-то дома-то что. Просто большие виллы. Либо какие-то гостиничные комплексы, ну, подобные. Вот участок продается. Вообще не жарко ходить в супермаркет. Так здесь, наверное, тоже да что-то будет строить? Да, да. Это продается, кстати, земля. А, это продается? Да. Это просто большая вилла. Угу. Угу. Смотри, дом покрасили. Почки. 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 Хорошого Расскажи, что местные здесь итальянцы и гонкии Они же вот на итальянском поздороваются Они просто поздороваются, они так бедво говорят Достаточно хорошо говорят Вообще, в принципе, у них склонность, видимо, к языкам Хорошо языки учат Ну, опять же, смотря кто Кто-то есть учит, кто-то есть плохо говорит Потому что разные люди встречаются Есть даже местные, которые суахириты Так себя знают Ну и читать, соответственно, тоже Кто-то умеет, кто-то не умеет Вот, обратите внимание на билдинг Мы здесь разговаривали с владельцем этого компании Или, может быть, этого билдинга Ну, короче, здесь несколько ребят Которые скинулись на вот это все дело И построили вот этот дом И здесь все квартиры уже проданы Осталось только две На первом этаже И на третьем Стоимость квартиры 15 миллионов шлифов 14-15, ну, то есть это, грубо говоря, 100 тысяч долларов И вот на этапе строительства Они уже все квартиры продали Квартир Ну, это показывают квартиры А вот и супермаркет Короче, я не договорил На этапе строительства все было уже продано Кроме двух квартир Земля обошлась примерно 25 миллионов шиллингов Это, скажем так, 14 миллионов Это 140 тысяч долларов 25, ну, условно говоря, 250 тысяч евро Земля обошлась Ватаму Мол Называется торговый центр Давай На втором этаже госпиталь На первом этаже аптека есть Супермаркет Это я в стриме говорил О том, что здесь два супермаркета На все Ватаму Ну, таких вот В нашем понимании Ну, чтобы как супермаркет это выглядит Не как сельпо Вот на одной стороне Ватаму И на другой А Ватаму расположено вдоль побережья Это чисто овощной отдел Давай возьми Давай, говори Так, что-нибудь еще будем брать, нет? Здесь в овощном нет Дыню ты будешь брать? Дыньку, дыньку, зелоба А, что ты ее видишь? Ну, ноги подвеси А, подожди Давай в супермаркете другом возьмем Там по 190 Давай мы тебе кофе будем покупать сюда Давай Мы же за кофе пойдем Обратите внимание Что это было? Не знаю Обратите внимание Здесь три человека на такой маленький отдел Один достает человеку необходимый товар Ну, допустим, товар пока возрежит Он подает и дает тебе лимон, например Второй упаковывает И третий вызывает чек Вот так у них то, что могут делать один человек В принципе, вот эта функция вообще не обязательно мне кажется подавать людям Люди сами могут дать, что ее надо Ну, вот здесь так заведено И на любом маленьком даже пяточке у них 3-4 работы Ну, наверное, не везде Так, да, бывает Вот смотрите Сейчас обратите внимание Как долго мы будем получать свои огурцы Ты огурцы или меня снимаешь? Не, ну я хотел достать свой телефон Рассчитаться? Ну, конечно Давай я буду зацепить фон Пока Просто Что? Продолжение следует... Вот обратите внимание, Саша спросил how much, и все еще ждет. Сейчас он посчитает, сколько будет стоить два огурца, и назовет сумму. Это не быстро. Ну ты свой телефон-то не убирай, он уже список там. Списуй. Слушай, с этой тележкой, мне кажется, не проедешь между отделами. Ну мы попробуем. Вот, кстати, пыль из-то какие-то, да, здесь нет. Я еще бумагу туалетную, Людмара, она здесь. Я здесь. А там зелененького не было дозика? Ты же я не смотрел. Может быть зелененький возьму? Не дополнительно, а вместо. Вместо? Ну... Месяц таким, месяц таким. А зелененький он с каким вкусом? Он хороший. Ну смотри. Он тоже мужской. Хочешь возьми его? Мне этот запах тоже нравится, он хочется разнообразить. Ну смотри сама. Ну так что, как ты смотришь на большой рулон за 106? Давай такой возьмем. Ну попробуй. Как? Мне, конечно, неудобно в туалете будет, Дина. Ну попробуй. Давай. Так, пусть это дезик. Подержи, пожалуйста. Помнили дезик-то по-моему задуманный. Мне надо, потому что взять список. А где его взял? Справа. Сверху вторая полка. Там нет зеленой головы. Нету? Нет. Палочки для ушей. А вот они где? Знаешь? Это не говорили, что это не Малиндии надо будет ехать. Так, так, так. Дезидорант взяли. Нет, можешь пока брать. Макароны сейчас возьмем. А что-то тут какая-то тоже проблема. Наши макароны... Так, майонез, майонез здесь есть. Здесь, кстати, есть маленький, есть большой. Там же еще помидорки. Сзади тебя чувак стоит. Чувак, я думаю, как он будет разберет заниматься. Нет, я тебе сказал, что ты его не сбил просто. Я тебе говорю, что, наверное, он пережил. Ты предлагала тебе не говорить? Угу. Почему? Вот видите, какой мы майонез берем. За 1390. Очень дорогая цена. Знаете, почему? Потому что другое вообще просто есть. Просто ты испортишь блюдо, если возьмешь. Потому что вот эти все майонезы за 290, они на майонезы на самом деле вообще не похожи. Это какое-то просто... Я даже не знаю, но оно вкусно, что похоже. Как будто просто какой-то жир ешь. Не вкусно очень. Так, ну все, пошли. Эдить. Как здесь я палки поищу. Я возьму еще такую штуку. Сашка, победа. Иди только издалека. Я тебя издалека и снимаю. Сумка есть. Что там получилось? Давай рассчитай. А, хотя я не рассчитаюсь, но уже... У меня телефон в руке. Да, издалека будем, чтобы внутреннего человека тоже было видно. Да, издалека. Ну что, Саша, заносим домой сумку и идем в другой... За кофе? Да. Вот этот супермаркет, его арабы организовали. Открыли. Слушай, я хотела спросить, фарш может быть купим? Да. Я сделаю соус итальянский, который меня Юрна научила. А мы же туда не собирались. Мы собирались только за кофе и за помидорами. Ладно, потом в другой раз фарш. Как раз зрителям покажем, да, как я итальянский соус научила сделать. Что, кто снимать будет? На мотобайке поедем? До магазинчика? Или домой и... Давай на мотобайке проедем. Сейчас начнется торговля. Поехать надо совсем недолго. Сейчас будут предлагать бешеные цены. Blue Moon. Я ничего не вижу, Саш, в камеру. Это надо против света идти. Вот так, вот так я вижу. Ну, короче, если мы сейчас пойдем по дороге, это будет гораздо дольше, чем мы вот шли по океану. Ну, мы на мотобайке доедем. Здесь поедали лев местности. По океану, как бы, такая короткая дорога, а здесь немножко она геняет. Ну, и по океану все-таки давай не жарко. Не жарко. Это очень важно. Зато здесь можно смотреть, наблюдать, что по обе стороны дороги вилочки есть. 50 боб. Вот то место, до которого идти 10 минут пешком, они предлагают за 100 шиллингов. Вот по дороге из супермаркета мы можем наблюдать поле для гольфа. Что-то только странно, что для никого нет. Ну да. А, вон они что-то, беседочки решили отдохнуть. Ну, кто-то да есть. В беседке люди сидят. Ну, вот как я и говорил на стриме, здесь нужно иметь свой мотобайк или машину, потому что цены совершенно неадекватные за проезд. Вот, грубо говоря, мы по океану. Ну, сколько мы шли? Ну, реально там 3 минуты, наверное. Может, чуть больше. Ну, это по расстоянию там меньше, наверное, 500 метров получается. Из-за вот это расстояние они хотят 100 шиллингов. Ну, в рублях это будет 70 рублей, либо сколько там, 70 или 70 центов, наверное. 0,07 цента или 70 рублей. Примерно так. Вот тоже строится такой торговый центр. Ну да, чем больше здесь будет стройки, тем выше будет конкуренция. Соответственно, ценники будут падать. На продукты, по крайней мере. Потому что сейчас в супермаркетах, я говорю, нереальные цены на 30% выше, чем в МТВАПе. И чем вы ньяли. Вон мотобайкеры стоят. Саша пошел договариваться с ними. Не знаю, получится у нас или не получится договориться за 50 шиллингов. Вот видите, они будут лучше стоять без денег. Но они ни за что не поедут за 50 шиллингов. Продолжение следует... Доброе! ну вот смотрите за 50 шиллингов мы не договорились не я так джам плаза это небольшие магазинчики и кафешки вот крокодил вы крокодил кафе это брекфаст ланч или вот следующее тоже кафе довольно дорогие они где-то завтрак в районе полутора тысяч на человека получается он они тоже мотобайкеры там пачечка стоит у час мы прошли вдалеке тоже по правую сторону вот они так сидят весь день под деревом не повезут по нормальной цене будут весь день сидеть ничего не заработают понятно что они местных возят по 50 шлопу может быть даже дешевле но белого если они пытаются его развести на деньги ну и конечно же итальянцы их много разбаловали потому что мы твапе и подавно таких цен нету твапе за 50 шилов с радостью соглашается здесь итальянцы немножко разбаловали этим мы сейчас зайдем в такой местный супермаркет но довольно хороший короче мы все овощи и фрукты здесь покупаем вот такие огурцы мы не берем потому что они вводяны и много семечек там да там одни семечки а чё ты будешь спросить но тематичное у них такое здесь есть и пока сбери по списку что нам нужно значит смотрите здесь все те же самые товары что в принципе в супермаркете да здесь они подешевле процентов на 20 где-то кое-что на 30 вот так это выглядит давайте товары не будем детально смотреть а просто посмотрим как выглядит местный магазинчик здесь у них как товары даже продаются то есть это можно сказать супермаркет просто вот такой ясного пошива вот всяких внутренних средств вот 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 возьми саш приправы всякие вот это кардамон потому вот это черный перец это красный перец вот это что такое клавиш не знаю что такое вот клавиш это тоже не знаю что такое ну вот всякие разные приправы а мы здесь покупаем кофе вот этот владелец этого магазина мы здесь обычно покупаем кофе и овощи вот овощи авокадо тыква капуста арбуз помидоры вот морковка так но это не знаю что такое а это лаймы картошка здесь разная зелень вон сашка помидорки выбирает здесь хлеб здесь всякие фрукты и овощи тоже ну вот возвращаемся из магазина домой сейчас покажу вам один магазин африканской одежды ну ты тогда показывай свой зал зрителям ну ты иди я тебя буду вообще два зала ну давай один покажем хотя бы какие-то люди вон к а а в в в в в в в в Саша, ничего не слышно вообще. На улицу давай выйдем и расскажешь. А вот это для чего, Саша, покажи, пожалуйста. Да. Я не знаю, для чего. Да. 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 Мы же сейчас не пойдем его смотреть. Пойдем сейчас по пути. У нас будет африканский магазин одежды. Покажем людям. Вот здесь кафешка. Здесь постоянно никого нет, потому что самоса стоит 600 шиллингов. Вот здесь в магазине продаются разные африканская одежда, сумки. Сейчас зайдем посмотрим. Алоу! Алоо. Алоу. Погоди ну давай по порядку. Вот темные очки. Подожди. Кружка металлическая. Они из дерево, то есть это… это ручная работа? А нет. Да 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 здесь все такое. Ручная работа. Это еще портмоне? Нет это для очков из пробки. А а прикольно. Из пробки внутри кожи. Даже боюсь спрашивать сколько стоит. Так, ну вот, какие-то тоже народное творчество какое-то. Ну вот, допустим, тарелочка. Хамач. Сколько? 1500. Шиллинг. 1500 шиллинг. 9 евро, как же. Так, ну давай одежду покажем. Слоник, прикольно. А вот, слушай, тоже какие-то панамки. Это исключительно африканская расцветка. Такие панамки. Давай покажу, чтобы, видимо, было понятно, как это выглядит. Вот так это выглядит. Так, ну и вот одежда. Это коротенькие топики. Вот платье. Вот такое есть. Я здесь ничего не мерила. Это вот такие расцветки у них здесь, национальные. Я здесь ничего не мерила никогда, потому что это очень плотная ткань. В ней будет жарко. Она натуральная, толстая такая. Я не знаю, но они ходят. Ну, такой джинсовый комбинезон, смотри. Вот, прикольно. Вот, так, хватит, хорошо. Ну да, вот джинсовый комбинезон. Я тоже даже боюсь спрашивать, сколько стоит. Вот платье красивое. Поиском на одном плечо. Вот тоже исключительно африканская расцветка. Покрой такой же. Так, я сумочки хотела показать. Ну, вот это вот косметички. Вот. Прикольные, мне очень нравятся. Они разных размеров есть. Вот косметичка. Так. И вот эти рюкзаки. Вот такой рюкзак мне вообще очень нравится. Я бы хотела себе такой. Вот, африканский тоже, видите? Ну, то есть это их вот национальные такие уборы. А матч? 30. 3000 стоит. Может быть, худо куда будем уезжать отсюда. Прикольная вообще такая вещь. Очень мне нравится. Здесь все кожаное. Здесь тоже отделка кожи. Это для мужчин. Вира. Ты думаешь? Да, да. Я же в прошлый раз их разворачивал. А, да? Да. А, ну, видимо, вот так вот выворачивается, да? Вот кошелечки. Тоже все вот таких специфических расцветок, видите? Здесь маленькие косметички. Это браслетики, да? Мне, кстати, вот такой браслетик под это платье подойдет. Маленький. Камыч. Две тысячи вот такой браслетик стоит. Вот под это платье. Тут же платье вместе показывают. Подожди, у меня не настроился объектив. Вот сейчас настроился. Сочетается же с платьем, да? Ну да, ничего. Здравствуйте. Спасибо. Для моих подписчиков. Африканская культура. Окей. Найс. Спасибо. Что, выходим? Да. Я люблю волк. Африканская культа. Только свинка у вас. Купи колу? А может купим еще? Туристы спортом занимаются по полоске? Да. Мазунгу поехал на тренировку по велоспорту. Вот смотрите, не сравнишь же с папой, согласитесь, чистая улица, не очень много транспорта, не очень... Ну, на самом деле, просто мы не показывали в МТВАПе полный звездец, это на Малинди Роуд. Когда ты выходишь и идешь в маленький супермаркет, кик-маркет или до большого супермаркета, там такая бакханалия происходит, что ужас просто. Там невозможно пройти, не надышавшись пыли. Вот это кактусы, ночью мимо них ходить не опасно. Или выхлопных газов, короче, там очень много загрязнений. И еще шумовое загрязнение, самое главное, это шумовое загрязнение. Сейчас, подожди, Верин, там едет мотобайк. А это наша вилочка. Вот эта вилочка мне нравится. Вот этот прохожий, который держался за яйцами, он попал через кадр? Слушай, я даже не смотрел. Потому что когда ты смотришь в объектив тоже, где-то и не только в объектив стараешься смотреть. Вот здесь вот завтрак стоит 1500, два жареных яйца. Это итальянская кафешка. Видимо, итальянская какая-то продукция написана. И написано, что продается, сделано в Италии. Оливковое масло, паста, вино, для собак корм и сальса. А, нет, это, скорее всего, название какой-то фирмы. И вот здесь вот есть, вот он, непотрясанный магазинчик. И вот здесь флаг, я так понимаю, кенийский и итальянский, да? Нет, это не кенийский, это Евросоюз и итальянский. А, все, поняла. Кенийского здесь нету, да? Нет. А ты меня снимал или флаги? Ну, и то, и то. Ну, просто я показываю, а сниму камеру, а не у меня. Ну, видишь, я иногда, бывает, отвлекаюсь и смотрю не в объектив, и когда теряется картинка. Нет, если снимаем, надо это, смотреть в объектив, иначе спеша нет внимания. Эта собака лучше очень толстая, если она встанет, это будет вообще квадрат. Квадрат Малевича, который из гудки вылезает все время. Ну, видать, ее розмарила тут без наряда. Ну, это, кстати, сразу реклама, можно сказать, еды для собак. То есть, показываются, вот, пожалуйста. Собака еще и такая толстая. Как на этом продукте собака себя ощущает. Собака лежит, бедолага, никакая. Все, мы пришли, вот за этим домом наш. Выключили, Саша? Ну, кстати, тоже вилочка продается. Это вот. Кто хочет скинуться, ребята, пожалуйста, отправляйте деньги. Начнем бизнес вместе. Что-то вороны сегодня не кипаются. Что-то вороны сегодня не кипаются. Что-то вороны сегодня не кипятся. Пул готов? Пул готов. Пул готов, да? Вороны сегодня не кипятся. Хорошо. Спасибо. Пул готов. Вот они тут долго налаживали Сливен Бул. Сейчас она говорит, что он готов, и ты можешь его использовать прямо сейчас. Пойдемте посмотрим бассейн как-то. Ну, на самом деле, ничего они там не налажили. Не знаю, что они там делали. Они его налаживали, да не чистят. Прикольно. Он, кстати, глубокий. Ну, здесь глубокий, там мелкий. На океан можно не ходить. Вот, пожалуйста, лезь бассейн. Что-то лезь бассейн, что ли, хотя бы оно не поможет в руках. Покупаться бы я в нем не решилась. Почему, холодный? Ну, выглядит грязным. Грязным? Ну, мне так кажется. Вон, на стенке смотри, что это. Ну, такой, да. Вот, чтобы домой не тащить. И туда это можно. Я же там в квадратах хотела. Ну, там кто-то в глубине даже ракушку кинул. Слушай, а дай-ка я засниму. Здесь же забор низкий, и там улицу видно. Там участок соседний видно. Пусть народ посмотрит. Как тут выглядит. Вот, смотрите. Что-то да, разрушено. Ну, на самом деле, может быть, здесь какие-то споры по земле идут. Судебные тяжбы, поэтому все это разрушено. Иначе бы это все уже купили. Вон те, да, мы видим здания, где крыша полуразрушена. Там, кстати, живут местные. Вот здесь тоже местные жирные. Ну, вот так земля здесь довольно быстро раскупается. Аям. Да.